Братья и сестры, я вас всех приветствую! Давайте мы кратко поблагодарим Господа за Его Слово и за Его милость. Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое мы можем сегодня читать, размышлять на Нем. И Ты благослови нас всех, благослови наш дух, душу и тело, и благослови наш разум, чтобы мы понимали и соображали, что Ты хочешь нам сказать, и принимали это в практической нашей жизни. Тебе хвала во веки. Аминь. Друзья, я хочу зачитать, мы продолжаем изучать деяния святых апостолов. Сегодня у нас 6 глава, продолжение 6 главы. Мы уже, наверное, прошли до 7 стиха 6 главы. И я сейчас зачитаю с 8 стиха до 15 стиха, до конца этой главы 6. Так что, если у вас есть Библия или телефоны, вы можете посмотреть. А если нет, вы можете смотреть на экран. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. И некоторые из так называемой синагоги либертинцев, и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавших, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Братья и сестры, тема сегодняшних рассуждений. Я когда размышлял над этим текстом, у меня разные мысли приходили. Ну, я так молился, говорил, Господи, ну вот, мысли разные, тут можно много о чем говорить. И почему-то со временем у меня появился фокус на последнем стихе. Я еще раз его зачитаю. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, то есть на Стефана, видели лицо его, как лицо ангела. И поэтому тема наших сегодняшних рассуждений будет такая. Лицо ангела у человека. Братья и сестры, вот мы сегодня об этом поговорим. Как вот прожить на земле, достигнуть такого состояния, как достиг Стефан, чтобы у нас с вами было лицо ангела. Вы хотели бы, чтобы у каждого, вот приходящего на собрание, у каждого из нас, у меня, у всех вас было лицо ангела. А? Хотели бы или нет? Нет. Ну, знаете, хотели бы вы или не хотели, ну, надо захотеть. Почему? Потому что, знаете, есть такие тексты в Писании, которые говорят, много чего говорят нам в Писании. Давайте так, буду потихоньку идти к этой мысли. Вот такие ангелы вообще. Давайте посмотрим. Евреям 1.14. Не все ли они, то есть об ангелах идет речь, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. В Библии Иисус Христос, то есть в Новом Завете, у Марка, у Луки, у Матфея записано, что когда люди достигнут воскресения мертвых, знаете, да, то они будут как кто? Как ангелы. То есть они не будут ни жениться, ни выходить замуж, точно так, как ангелы, они не женятся, ни выходят замуж, там, и у них нету там семей, как говорят, как вот у нас есть на земле. Они, то есть люди все, которые достигнут воскресения, это мы с вами в том числе, мы все будем похожи на ангела. То есть, ну, вы когда-нибудь видели ангела? Кто видел ангела во сне там или в видениях, или видели? Ну, на картинках видели. Ну, вы знаете, я вот вспоминаю евангельские такие тексты, вы можете меня подправить, если что я подзабыл. Там есть такое написано, что когда ангелы являлись, то что происходило? Ну, происходил свет, они какие-то были светящиеся существа. Ну, вот, в белых одеждах, вот когда Христос воскрес из мертвых, то в этом гробе, в пещере, где он похоронен, там были ангелы, похожие на юношей, и они такие были в светлых одеждах. В другом месте написано, что когда Христос родился, спустилось великое, огромное количество ангелов, и они славили Господа, и было свет, и осветилась та вся земля, там, где они пасли свои стада. То есть это светлые такие существа, которые светятся каким-то таким небесным светом. Вот об этом мы сегодня поговорим, как нам вот прожить жизнь здесь на земле, чтобы уже здесь на земле, подобно вот Стефану, мы могли стать вот такими вот людьми с лицом ангела. Вот, я думаю, что вот сейчас мы когда поговорим об этом, то я думаю, что все захотят такими ангелами быть. Ну, с такими лицами. Итак, братья и сестры, первая мысль, которая, ну вот, если мы размышляем о лице ангела, это я уже прочитал. Первая мысль заключается вот в чем, что лицо ангела – это лицо слуги. Вот помните, мы прочитали, что не все ли они, суть кто? Служебные духи. Поэтому вот когда мы здесь живем на земле, наша с вами задача, или задача Святого Духа – сделать каждого человека, слугою, подобно того, как все ангелы у Бога, которые существуют, это все служащие существа. Они служат Богу. И вы знаете, в чем разница слуги? Чем отличается слуга, например, от господина? Что слуга ничего своего не несет, да? То есть он не говорит ничего своего, он не делает ничего сам от себя. Он делает и говорит то, что посылает его, что ему дает его начальник или его господин, то есть Господь. Поэтому, когда мы с вами вот живем на земле, то первое, на что мы должны обратить внимание, чтобы наше лицо было лицом ангела, и мы были похожи на ангела – это научиться здесь служить. Давайте посмотрим вот этот текст, записанный очень интересный, у Луки 22 глава, 24 по 29 стих. «Был же и спор между ними». Знаете, про кого идет речь? «Был спор между ними». Про кого идет речь? «Был же и спор между ними». Кто из них должен почитаться больше? Это апостолы спорили, братья и сестры. Апостолы, которые проучились у ног Иисуса Христа три с половиной года. Ученики Христа через три с половиной года, когда они бок о бок с Ним ходили, вместе с Ним ели, вместе с Ним пили, вместе с Ним служили, и даже бесов изгоняли, и мертвых воскрешали. Через три с половиной года, перед тем, как Христос был распят, буквально через несколько дней, через пару дней Он будет на кресте, вот в самые последние дни перед распятием, они спорили, если вы почитаете Луки 22, это перед самым распятием, кто из них больше? Он же, кто из них должен почитаться больше? Он сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Вот Господь им служил, и там, помните, и ноги им там омыл, и чашу им поддавал, и служил им. И так вот вся его жизнь. Вообще, когда мы читаем о Христе, то Иисус Христос пришел на эту землю как слуга. Помните, и порочества о нем такие были, что вот раб мой, который будет выполнять все, что я ему поручил. То есть Христос был на земле не как царь, который господствовал и командовал людьми. И вот так думали, евреи представляли себе Христа как царя, как мирского царя, который сядет на троне, и который будет управлять всем государством и даст им свободу. Но Христос сказал, царство мое не от этого мира, то есть я не пришел, чтобы царствовать над людьми, а я пришел, чтобы царствовать в сердцах людей, чтобы вот этот мир, который я приношу, он был в сердцах людей. И поэтому о Господе мы читаем, что у нас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе, который смирил себя, принял образ раба, был послушан до смерти и смерти креста, стал похожий на человека. То есть он сошел на эту землю не для того, чтобы царствовать над народами, над людьми, а чтобы служить людям. Вот если мы об этом размышляем и думаем, а мы должны уподобиться Христу в этом смысле. Почему? Потому что Писание говорит, что Он сделает нас подобными Ему. Так мы читаем в Послании к римлянам, что Он предназначил нам быть подобными нашему Господу. То есть быть такими же чувствованиями, иметь смириться и быть похожим на Иисуса Христа, быть рабом Господа и слугой для человека, для людей. Вот точно так, как ангелы, все ангелы, они служат, служат людям, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследование спасения. И мы точно такой же видим эту историю со Стефаном. Вы знаете, вот мы читаем, когда в том прошлый раз мы слышали эту историю, что избрали семь диаконов, которые бы служили в церкви. А знаете, как переводится слово «диакон»? Это слуга, это служитель, то есть которому поручалось какое-либо служение. Вот и мы нашли семь человек, то есть выбрали их, люди выбрали помазанных, исполненных Духа Святого, мудрости и веры. И их поставили на это служение, служить людям, заботиться о людях, чтобы каждый имел достаток в церкви. Ну, в те времена у них все было общее, и необходимо было об этом позаботиться, чтобы все были сытые, обутые, одетые, и у всех было какое-то жилье, люди могли жить и существовать. Потому что речь шла как раз о материальных вот этих благах. Вот это то же самое и о нас, что первый признак, братья и сестры, чтобы у каждого из нас было лицо ангела, это не командовать, не господствовать над кем-то, а научиться служить, стать вот слугой церкви, стать дьяконом. Все мы здесь дьяконы, никакие тут нету господ, нету царей. Знаете, я помню одно время, давно, было такое, были такие проповеди, много таких проповедей было, о том, что мы цари и священники, цари и священники. И люди стали воспринимать вот это цари и священники в буквальном смысле слова, ну, смотря, ну, какой образ у людей был царя и священника. То есть им нравилось быть царем, то есть какой-то господин командует, управляет, подает команду. Я помню, где-то мы были и общались, и одна сестра говорит, вот я действительно, я же вот царь, царица, царица такая, чуть ли не небесная, живу на земле, и она говорит, вот я хочу, чтобы у меня был огромный дом, 25 тысяч скверфит. А я, вы не представляете, что это такое, это больше, чем все это вот наше здание. У нас меньше 25, по-моему. 25 тысяч скверфит, огромный, чтобы там было огромное количество комнат. И я так слушаю и думаю, а зачем тебе, у тебя там всего один или двое детей, зачем тебе сто кому? И она говорит, чтобы у меня были слуги, чтобы у меня был повар, чтобы личный повар, чтобы мне не надо было готовить. И она начала мечтать, вот точно так, как люди мира сего мечтают. Я вот так слушал, слушал, хотел что-то сказать, ну, сдержался. Ну, не захотел вступать в эту полемику с людьми и объяснять им, что имел Христос в виду. Написано в Библии, что Он соделал нас царями и священниками кому? Богу, не людям. Соделал нас царями и священниками Богу, чтобы служить Ему. И царь, и священник служили Богу. Понимаете? А здесь люди, не понимая текстов Писания, они прикинули себя, что я царь и священник, и люди должны мне служить. И они стали мечтать об этом и молиться об этом. Я вот царь и священник, я хочу... Ну, я потом уже понял, что они находились... Вот если по карте их посмотреть, по духовной карте, они находились у Луки, 22 глава, 24 стих. Все еще думали, кто из нас больше. Вы знаете, вот вообще, я иногда задаю эти вопросы, но я думаю, вы знаете. Вот когда мы берем в руки карту, например, карту нашего города Портленда, или другую какую, карту мира там, или карту Америки, США, то когда карта человеку начинает помогать... Вот вы открыли, допустим, карту, и что первое нужно сделать? Нужно сразу определить по карте... Так, 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 где-то где? Вот это Портленд, так, ага, я нахожусь на какой-то улице. Вы определяете сначала свое местонахождение, а потом уже вы смотрите, куда вам надо ехать, например, в Сиэтл или там Калифорнию куда-нибудь, и тогда карта вам поможет, потому что вы находите свое место и знаете путь. Вот точно так и Библия. Наша с вами задача, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Новый Завет, Ветхий Завет, определить, где я нахожусь сегодня, где мое местонахождение. И тогда, когда Дух Святой, об этом мы другой раз и не понимаем, и не знаем, заблудились. Что значит заблудился человек? Он не знает, где он находится на месте. Вот бывало у вас такое, что вы куда-то едете, и вас ДПС завел не туда, куда надо. Бывает, вот вроде технику сделали хорошую, но она ошибается. Я сам помню, поехал, мы с Леней, по-моему, ехали, приехали в Сиэтл, завели адрес, а у них же там вообще, у нас в Портленде очень хорошо вообще ориентироваться по, у нас вот это есть, разделен город на четыре части, Саутист, там, Саус, Вест, там, Запад и все, и все четко, четко определяется. А у них там такое все, на одной и той же, на перекрестке две одинаковых улицы, восемьдесят там, например, вторая и восемьдесят вторая. Просто одна называется авеню, а вторая называется как там? Драйв там или еще какая-то. И это сплошь и рядом. Я там первое время, когда ехал, все время путался, думаю, ну неужели они не могли бы вот как-то у нас в Портленде поучиться и переделать эти все улицы. Ну так вот у них пошло и все. Так вот, что получается? Мы этот GPS завели, нам надо было в какой-то, ну в Норд ехать, а нас одинаково эти все улицы не поставили правильную букву, завели в совсем другую часть города. Так вот, друзья, мы, вот точно так и мы. Если мы не понимаем, где мы находимся, и куда нам надо ехать, правильная ориентация, вот, по Писанию, тогда она нам ничего не помогает. Вот почему, когда мы читаем Слово Божие, то нам нужно молиться и говорить, «Господи, покажи мне, вот я читаю, где я нахожусь, каково мое сегодня местоположение на этой духовной карте, чтобы потом мне двигаться правильно и покажи мне путь, по которому идти». Если мы читаем Писание, ну, например, Псалмы Давида, то Давид часто говорил в своих Псалмах, молился Богу, «покажи мне путь», помните? И Моисей так молился, говорил, «покажи путь, по которому идти, покажи, Господи, вот это направление». И поэтому вот это первое направление, которое мы идем, и чтобы у нас было действительно, мы потихоньку преображались в Иисуса Христа и имели лицо ангела, это начать служить Господу и служить людям. Точно так, как служил Христос, как служил Стефан. Он был слуга конкретно, служил людям везде, и мы это видим хорошо. Поэтому вот это с этого начинается. Второе, второй признак, чтобы у нас было лицо ангела, давайте почитаем это, следующий стих, Деяние 6 глава, 8 стих. «А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения». Второе, что отличает лицо ангела от других существ, это то, что все ангелы, они исполнены, все ангелы исполнены чего? Веры и силы. Вы в это верите или нет? Что все ангелы у Бога, которые существуют на небе, и которых Бог посылает на служение для нас, потому что так написано, они все служители, они исполнены верой и силой. Верите в это или нет? Или мы думаем, что ангелы – это такие похожие на нас, там слабые, такие немощные. Нет, они все исполнены верой. Просто когда мы говорим о вере, то мы должны понимать, различать, что есть две, два понятия о вере. Я, когда первое время читал Библию, Новый Завет, я не понимал, где говорится о вере человеческой, а где говорится о вере Божией. И я думаю, что сегодня многие тоже это не понимают. Мы не различаем. Мы говорим, надо верить, верить, верить. А Библия говорит нам и учит нас, что у нас должна быть не просто вера человеческая, а вера Божия. Вера Божия. Вот смотрите, все люди без исключения, мы с вами здесь находящиеся, и люди, которые находятся вокруг нас, люди неверующие, люди мира сего, любой религии, любого, так сказать, движения, там, религиозного, все люди, которые рождаются на земле, они все имеют веру человеческую. И все мы с вами, все вот, все люди без исключения, какового, не спросите, все имеют человеческую веру. Во что-то. Все люди во что-то верят. Вот смотрите, мы с детства, например, растем в какой-то семье, и родители нас чему-то учат, чему-то объясняют с самого раннего детства. И мы им начинаем верить. Так или нет? Мы начинаем верить, что и вот, посмотрите, вот у нас здесь дети маленькие бегают, они верят своим родителям, верят матери, и даже верят некоторым, которых они хорошо знают. Почему? Потому что так Бог сделал, чтобы человек способен был верить. и без веры не можно существовать на этой земле. Ну, вот смотрите, когда-то давно я слышал одну, рассказ одной сестры, ну, свое переживание. Она говорит, я ехала на машине, и навстречу ей, навстречу ей заснул человек, он тоже ехал, какая-то пожилая женщина была, она заснула за рулем, и машина повернулась на ее сторону, и произошла лобовая атака. Ну, авария произошла. Ну, и она там испугалась очень сильно, потому что машина резко повернула, и прямо ей в лоб. И после этого у нее, знаете, что произошло? Произошел страх. Она кое-как отошла от этого страха, а страх это тоже вера, только вера в отрицательное, в нехорошее. И она стала верить, то есть, когда она садилась за руль автомобиля, она начинала ехать, ей казалось, что сейчас кто-то навстречу повернет и ударит ей, притом любая машина. Представляете, как это так вот ехать с такой верой, с таким, это просто ужасно. Я однажды так вот послушал ее, ну, мы за нее помолились, я сказал, давай, отвлечемся, ты не верь в это, с тобой все будет. Ну, это был один случай там с тобой, зачем ты в это веришь? Вот теперь вот ты едешь и веришь, что вот, наверное, эта машина прямо сейчас повернет и у меня ударит. да не будет она тебя ударять, это был какой-то случай, ну, нехороший в своей жизни. Давай по-другому мыслить, что вот я еду, и все у меня будет нормально, потому что наша с вами вера должна утверждаться на слове Божьем, а не на страхах каких-то и на человеческое, там, какое-то, ну, понимание. Ну, и так вот она успокоилась, потом уже со временем она уже ехала небо, а я потом попробовал вот на ее месте, ну, как бы, побыть на ее месте. Я сел за руль и начал думать, вот, еду, так навстречу машина едет, думаю, вот сейчас эта машина повернет в меня, в мою машину. Вы знаете, страшно так ехать, это вообще страшно, вообще невозможно так ехать, это такие переживания, то есть я вот начал в своих мыслях об этом думать, и это ужас такой, и потом я отрекся от этого, сказал, господи, я не буду этого делать, зачем мне вот это вот ехать и переживать, что сейчас кто-то на меня наедет, в боку там, или справа, или слева, или в лобовую. Поэтому мы все имеем веру, и все люди имеют веру человеческую, потому что им что-то рассказывают, и люди начинают в это верить. И это подтверждается Писанием, в послании к римлянам, в 10 главе там написано, откуда вера происходит. Помните? Вера чего происходит? От слышания. Это первое утверждение. То есть любая вера, которая имеется в виду человеческая вера, она происходит от того, что мы слышим. Ну, например, если нам скажут, что вот там взорвалось, где-то там атомный реактор взорвался, и в газетах везде напечатают, и везде по новостям покажут, мы начинаем сами верить. Правильно? Потому что мы слышим. А сейчас еще и далее все эти устройства, что можно видеть. Мы смотрим, видим, да, точно, все, и мы в это верим. Потому как закон очень простой. Любая вера происходит от слышания. Человек слышит, человек верит. Вот, смотрите, мы прочитали, что два свидетеля ложных пришли в Синедарион, их так научили, и они стали свидетельствовать об этом человеке, о Стефане, что вот он хульные слова произносит на Бога, на Моисея, и все, и Синедарион поверил им. Потому что так было в законе, что у сами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. Все, два свидетеля говорят, и люди начинают им верить. Все было не так совершенно, но они говорили, и закон веры, и вот человеческая вера, или закон о том, как человек работает, он срабатывает. Он, здесь так и написано, они поверили, и стали вот о нем, потом его и побили камнями, потому что они верили, что действительно он говорил хульные слова. Поэтому, друзья, мы сейчас говорим не о вере человеческой, чтобы слушать человека и верить, что нам говорят. Наша с вами задача, вот как у ангелов, верить не в человеческие слова, а верить во что? Иметь веру какую? Божию. Давайте почитаем вот эти тексты, которые... Вот лично я понимаю и верю, что у Стефана, вот он был исполнен верой не в человеческой, а был исполнен верой Божией. Давайте посмотрим эти несколько текстов, которые на эту тему говорят. От Марка 11, глава 21-23. Там, помните, история о смоковнице. И вспомнил Петр, говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Него, будет ему, что не скажет». Вот у Иисуса Христа, у Стефана, у апостолов, у них не просто человеческая вера была, у них была вера Божия. То есть они слышали Божьи слова, потому что вера от слышания, а слышание должно быть от слова Божия, от Бога, другими словами. Бог сказал, Господь мне сказал свое слово, и тогда у меня возникает вера Божия. Вот почему апостолы, они обладали, и Стефан, они обладали сверхъестественной силой, потому что здесь сказано о Стефане, что он был исполнен верой, и что еще? И силой. Речь идет о какой силе? Не о человеческой силе, речь идет о сверхъестественной силе. Поэтому, когда человек исполнен Божьей верой, не человеческой верой, она есть у всех нас, а он исполнен верой Божией, тогда у него есть и сила Божия, сверхъестественная сила, потому что Бог дает свое слово человеку, и вместе с этим словом наделяет человека сверхъестественной силой. Это сверхъестественная вера, не наша человеческая вера. Хотя наша человеческая вера тоже обладает силой. И мы читаем в Писании, где Господь совершал чудеса и люди получали исцеление по своей человеческой вере. Ну, помните такое, допустим, выражение? «Иди с миром, вера чья? Твоя спасла тебя». Она тоже обладает силой, но она не обладает сверхъестественной силой. Наша человеческая вера. Это хорошо видно из того, когда апостолы пытались изгнать беса из отрока там одного, которого бес наполнял своей сверхъестественной силой. И ребенок падал на землю, и спускал там пену, и вот трясло, и было очень ужасно смотреть, и бес хотел его убить. И когда пришел Христос, а Христос в это время с апостолами были на горе преображения. То есть Христос там молился, и одежды его стали светиться, и потом они спустились. Вот в это время, как раз когда они там были некоторое время на горе, апостолы и остальные, девять человек, пытались изгнать этого беса. И они не могли изгнать его. Они старались, они там все провозглашали, все, что делали. И тогда Христос, когда сошел, Он изгнал этого беса. И апостолы спросили, почему мы не могли изгнать? И тогда Господь, помните, что сказал? «По неверию вашему». И Он объяснил, как, чтобы вера была. По какому неверию? По неверию вашему имеется в виду от Божьей. То есть у них не было конкретного указания и движения Святого Духа внутри. И поэтому Он сказал, вот сей род, вот эти бесы все, они изгоняются постом и молитвой. Почему постом и молитвой? Потому что, когда человек постится и молится, он наполняется верой Божией, потому что к нему приходят Божьи откровения, и он наполняется силой Божией. И тогда он приходит и знает, что делать с этой ситуацией. Поэтому вот Стефан, что мы видим, что он отражал веру, и он отражал силу Божию, не человеческую. И вот нам с вами тоже, вот мы здесь на земле учимся, тоже, чтобы мы прожили свою жизнь и переходили от веры в веру, от человеческой веры. Мы переходили в Божью веру. И у нас больше и больше становилось Божьей веры. Тогда, чем больше Божьей веры в человеке, тем больше будет происходить явление сверхъестественной силы. Потому что здесь сказано, исполнены веры и силы. И речь идет не о человеческой силе какой-то, а сверхъестественной божественной силе. То есть это сила для знания бесов, это сила для исцеления больных, это сила для разных чудес и знамений в человеке. Поэтому вот это, все ангелы, которые являются тоже здесь на земле от Бога, они как раз этими обладают. Они обладают верой и они обладают силой. То есть они верят в Божье слово, Божья вера у них есть, и у них есть сверхъестественная Божья сила. И когда мы читаем вот эти разные истории про ангелов в Библии, мы как раз видим, что один ангел мог пойти и за один там вечер или за одну ночь уничтожить 185 тысяч человек вот на войне. То есть ни одна армия не способна ни ракетами, ни бомбами, ни чем другим это совершить и сделать. То есть, а Бог может послать одного ангела. Он пойдет и любое там войско, которое есть, которое нужно, скажем, его отправить на покой, то это произойдет очень быстро. Поэтому и другие там мы читаем истории, когда ангелы совершали великие такие чудеса. Был такой один человек, который здесь в Америке был, жил он пастором, был где-то в 60-е, 70-е годы. И он написал книгу про ангелов. Как-то я не помню, как она называлась правильно, может, кто-то читал ее. А, называется она «Ангелы говорят мне». Такая книжка была, я еще помню, читал ее. Так вот, в этой книжке он описывает историю ангелы. Он имел общение с ангелами, и ангелы ему рассказывали, как они служили Богу в Ветхом Завете и в других местах. Был у него такой контакт, потому что он интересовался, он молился об этом, что это за служение ангела, как его понимать. И тогда Бог ему ответил и показал вот это служение. Так он рассказывал, что ангелы ему рассказали, что почему важно было вот вокруг Ерихона ходить 7 дней. Помните, как они ходили эту историю? Молча ходили 7 дней вокруг города Ерихона, когда вот они зашли в эту обетованную землю. А на 7 день они должны были громко воскликнуть, закричать. Так вот он пишет, что в это время, почему важно это было воскликнуть, в это время за 7 этих дней ангелы, все ангелы войска Божия, все собралось на этой стене, на огромной этой стене, которая окружала город. И они просто стояли на этой стене. И они по команде должны были, Бог им сказал, что когда люди закричат там громко, они будут ходить, а вы в это время занимаете места на стене, то вы в это время просто вдавите вот эту стену, разрушите ее и вдавите ее в землю. И когда начали раскапывать Ерихон, то стена не была развалена вот как от землетрясения, там знаете, когда землетрясение, то кирпичи там друг от друга раскалываются и расходятся в стороны. Она просто была вдавлена в землю. Именно вот таким способом люди не могли понять, каким образом стена разрушилась и ушла под землю. Потому что на ней сидели ангелы, и по команде они просто ее вдавили в землю. А дом, где находилась эта, помните, равоблудница, там была команда не трогать. И поэтому ее часть этой стены, где она жила, осталась в целом. Ну и другие там истории, но сейчас не об этом речь. Речь о том, что нам с вами, живя на этой земле, чтобы иметь лицо ангела, а мы это обязательно будем иметь, потому что написано, мы в вечности будем как ангелы, все, без исключения. То есть все будут светиться небесным светом. И поэтому вот это лицо очень важно приобрести. И качества такие, чтобы мы тоже были с вами исполнены Божьей веры и Божьей сверхъестественной силы. И последнее, что еще, третий такой признак, лицо ангела, что мы читаем о лице ангела, что еще, оно отражает духа святого и мудрость Божьей. Мы читаем 6 глава, 9-й и 10-й стих. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять, посмотрите, мудрости и духу, которым он говорил. Не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И что еще очень важно, братья и сестры, чтобы мы действительно имели признак божественного ангельского лица, в своем внутреннем человеке и потом в наружном тоже. Это говорить, как вот здесь сказано, мудрости и духу, которым он говорил. Духу святому имеется в виду. Вот посмотрите, сначала, что мы читаем? Сначала он делал, о нем идет характеристика. Сначала Стефан что-то делал, то есть он был исполнен верой и силой, и потом, сказано, совершал чудеса в народе. Мы, может, и не совершаем чудеса в народе, но мы можем все равно иметь веру и силу, чтобы что-то делать в церкви. Например, всем нужно, все, кто поют здесь на сцене, спасибо, что вы поете, все играете, им тоже всем нужна вера и сверхъестественная сила, вера Божия и сверхъестественная Божья сила, сверхъестественная вера Божия и сверхъестественная сила, чтобы совершать это служение. Все предвердники, все ашеры, все нуждаются в том, чтобы была Божья вера и сверхъестественная сила. Все проповедники, все говорящие, все вообще, какое бы служение они несли, потому что все слуги, всем нужна вера и сверхъестественная сила. И, как вот здесь сказано, он это сначала совершал, а потом дается характеристика, что он говорил. Посмотрите, не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил. Знаете, что всем нам необходимо тоже, как служителям Божьим, как людям, которые должны преобразоваться и иметь лицо ангела, нам нужна мудрость Божья сверхъестественная и нужен Святой Дух, чтобы мы говорили им. Не по плоти говорили, вот я так думаю, не по нашему пониманию. Ну вот как Петр, помните, вспоминается эта история. Однажды Христос сказал, что мне надо жить, пострадать и быть убит, и в третий день воскреснуть. А Петр еще не понимал тогда. И помните, что он сказал? Да не будет с тобой, Господи, это. И начал ему противопрекословить и противоречить Христу. И тогда Господь, помните, что сказал? Отойди от меня, сатана. Ну, а дальше что, помните? Что дальше написано? Ибо ты думаешь человеческое. Вот, и я помню, один человек толковал это место, не читая контекста. Видите, говорит, Христос назвал Петра сатаной. Потому что Петр в это время был одержим дьяволом. Ну, я слушал его, думаю, что-то ты, брат, не то вообще толкуешь. Не так написано, а дальше там же объясняется. Христос сказал, потому что ты думаешь не то, что Божие, а что? А хрическое слово, потому что оно, просто его, когда переводчики переводили, они его так и оставили. Они так подумали, что это дьявол через него, потому что это православные были. Мистика у них такая большая была. На самом деле сатана означает враг. Отойди от меня, враг. Вот что сказал Господь ему. Ибо ты думаешь не то, что Божие, а что человеческое. И помните, об этом же подчеркивает и апостол Павел в своем послании к римлянам. Помышления плоские что? Суть смерть. И что дальше? Кто помнит? Вражда против Бога. А вот когда человек мыслит и потом говорит по плоти, это и есть вражда, то есть это и есть сатана. Ну, греческое слово сатана, враг по-русски. Потому что сатана, когда режет слух, люди боятся, это дьявол что ли на меня. Нет-то не дьявол, это по-человечески человек сам по плоти своей, когда мыслит по плоти и живет по плоти и действует по плоти, он уже есть враг Божий. Так написано. Это есть вражда против Бога. И потому что они покоряются и не могут покориться. Вот что имеется в виду. Поэтому здесь вот говорится, что мудрость должна быть сверхъестественная Божья мудрость. Мудрость от Духа Святого. И говорить Духом Святым везде. Вы знаете, я вот другой раз уже боюсь что-то и говорить. Думаешь, вот по плоти что-то ты говоришь, и потом будешь виноватый. Потому что так написано, Иаков написал, что, помните, как он написал? Не многие делайтесь кем? Учителями. Потому что еще подвергнемся большему осуждению. А почему? И он там объясняет, что, он говорит, что если человек не может обуздать свой язык, вот говорит по плоти очень часто, то как он может обуздать свое тело? Вот почему очень важно говорить в Духе Святом и говорить Божью мудрость. Именно таким был Иисус Христос. Он не говорил, как ему хотелось. В другой раз, вот мне так хочется плоти, так и лезет что-то сказать. Прямо как слышу, такая наглая изнутри. И нужно бороться и побеждать. Написано, противостойте твердой веры. Если я из победы победившая мир, вера ваша. Поэтому, друзья, вот Иисус Христос, когда он жил на земле и проходил здесь, ну, жил как человек, то у него тоже были свои собственные мысли, человеческие мысли. Но он говорил всегда людям, я много чего имею о вас сказать. Помните? Но что? Но не скажу. А скажу только то, что сказал мне Отец мой Небесный. Видите? Он говорил только то, что открывал Святой Дух. Он много чего мог сказать сам по себе, но он этого не делал. Он говорил, всегда ходил, молился и искал ответа от Небесного Отца, от Духа Святого, что сказать и как объяснить вот в этой или той ситуации. И поэтому он имел колоссальный успех. Точно так и действовал Стефан. Он был исполнен Святого Духа, он был исполнен Божьей мудрости и сверхъестественного руководства Божьего. Поэтому у него был успех, и поэтому его лицо сияло вот как у ангела. То есть он уже проникся вот этим Божьим светом и стал отражать в своей жизни. Поэтому, друзья, вот заканчивая нашу вот эту такую небольшую беседу, давайте повторим эти тексты и помолимся. Значит, смотрите, лицо ангела – это что самое первое, что мы сегодня с вами изучали? Это лицо слуги, не командира, не начальника такого, чтобы раздавать всем команды и царствовать над кем-то, и кем-то владеть. А лицо слуги – лицо служителя, лицо дьякона. То есть все мы с вами дьяконы. Второе – лицо ангела отражает Божью веру, Божью веру и Божью силу. То есть человек, исполненный верой и исполненной Божьей силой, конечно же, он будет светиться, как ангел, у него будет что-то такое сверхъестественное лицо. Потому что лицо, как говорят, зеркало души человека. То есть то, что внутри, оно отражается снаружи. И последнее – это мудрость и Дух Святой в человеке, когда говорит. Интересно то, что вот про Стефана, когда мы читаем, то дается его характеристика, что он сначала делал, а потом говорил. Вы обратили внимание, что о нем сказано? Вот Стефан делал, он был исполнен верой и силой и творил чудеса. То есть говорится, что он что-то делал такое. А потом говорится, что он говорил. Так вот, о Христе именно так и сказано. То есть в начале деяния апостола, как о Христе? Кто помнит, как первый стих начинается? Первую книгу я написал тебе, Феофил, «Что Иисус делал и чему учил от начала». Вот я, когда первый раз читал, мне казалось, что правильно было бы написать, что Иисус учил и что Иисус делал от начала. Но так Лука не написал. Он написал, что Иисус делал, а потом чему учил. Вот точно так и о Стефане сказано. Что Стефан сначала делал, а потом учил. То есть и рассказывал о Христе. Вот потому что он отражал Иисуса Христа. Иисус сначала делал, людей кормил, помогал им всячески, исцелял от болезней и всячески вникал в нужды людей. А потом начинал учить. После того, как он совершал массу чудес, люди готовы были его слушать. Поэтому, братья и сестры, давайте мы тоже научимся у нашего Господа, также у Стефана, не просто учить, а также делать, а потом учить. То другой раз, знаешь, вот подходит какой-то человек, вот начинает кого-то учить. А делать ничего не делает. Вот такой грамотный, все знает. Не так, а вот так должно быть. Ну, не так, так ты сначала покажи, как, а потом уже учи. Что, друзья, давайте мы сейчас встанем и помолимся. И я вас призываю, ну, если вы хотите, чтобы у вас было лицо ангела на этой земле, а вы хотите, не хотите, это должно быть. Тут уже, как говорится, без вопроса. То давайте помолимся и тоже скажем, Господь, мы тоже хотим быть таким, как ты, как Стефан, чтобы у нас было лицо ангела. Благослови нас в этом. И если надо в чем-то, где у нас не проявляется вот это лицо, нету такой признаков, где-то раздражаемся, где-то гневаемся, где-то у нас лицо не светится небесным светом, а плотью светится, то покаемся и скажем, Господи, помилуй, прости. Или даже, может быть, мы уже по 50 лет в церковь ходим, или по 20, или по 30, или по 10, или больше, может быть, верующие. И уже учились у ног Христа, а все еще, как апостолы, все еще думаем, кто из нас больше, кто из нас выше, кто из нас тут главнее. Пусть Господь нас помилует, простит и благословит. Господь, мы благодарим Тебя. Все, что есть во мне, Господь, Тебя благословит. Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе. Забрал меня из темноты, Ты в свой чудесный...